МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже больше полувека во Дворце детского творчества работает объединение судомоделирования. С 1969 года им бессменно руководит Юрий Михайлович Недайкаш. Это удивительный человек, которому сегодня приводят своих детей те, кто когда-то, еще будучи учениками младших классов, сами мастерили во Дворце пионеров модели кораблей, субмарин и катеров. Насколько интересным и увлекательным может быть это дело, узнаем прямо сейчас. Юрий Михайлович, как я узнал буквально только что, к своему стыду вы уже почти 50 лет работаете здесь, во Дворце детского творчества. Учите ребят искусство, творчество и даже спорту. Скажите, пожалуйста, а вы как сами заболели морской тематикой? Ну, я вырос на берегу Черного моря, видел корабли. И когда еще учился в школе, сам ходил в судомодельный кружок. Правда, кружок был не такой продвинутый, был простой. Мы не участвовали в соревнованиях, просто делали модели. А вы помните своего преподавателя? Ну, а как же? Он, наверное, был моряком настоящим. Нет, он работал инженером на судоремонтном заводе. Там же в Туапсе? Да. А тогда в вашем детстве, что из себя представляли кружки судомоделирования? Какие модели вы собирали? Ну, модели были примерно те же самые, но только это было моделирование для самих себя. То есть, собирали модели, могли даже их пустить в море. Но на соревнования мы не ездили. Давайте отмотаем время, но получается уже на 50 лет назад, когда вы только сюда приехали. Как вы стали преподавателем Дворца детского творчества? Я, насколько понимаю, история была почти что случайная. Да, совершенно случайно. Я зашел в Дворец пионеров. Он тогда так назывался. И поинтересовался, могу ли я посетить занятие судомодельного кружка. Просто мне было интересно. Я прохожу по незнакомому мне еще городу. Это лето 69-го года. И вижу прекрасное здание. Дворец пионеров. И узнаю. И мне говорят, что занятие начинается примерно через неделю, но руководителя нет. Потому что руководитель не может работать бывший. Не соглашусь ли я заменить его? Нам очень обрадовались вашему случайному визиту. Ну, не знаю. Но все дело в том, что я раньше вообще педагогикой работы с детьми не занимался. И кружковой работой не занимался. Для меня все было вновь. И первое время мы работали, просто строили модели для себя. Ходили с ребятами пускать модели. На городской пруд, на речку. Георгий Михайлович, можно перебью. А почему вы согласились? Не имею опыт работы с детьми. Много лет не занимаясь этим делом. Просто пришли из интереса. Город был совершенно незнакомый. Предложение, ну, как снег на голову. И вы согласились? Не знаю. Просто, может быть, сказалось прежнее увлечение. Захотелось вспомнить, да, эти чувства, когда сам что-то собираешь, выпиливаешь. Ну, в общем-то, да. Потом мне все это было знакомо. Само построение моделей. Хотя строить модели и руководить кружком, это все-таки немного разные вещи. Что сложнее? Наверное, руководить кружком. Ну, скорее всего, да, за 50 лет вы уже привыкли ко всему. Ну, а потом, уже в 75-м году, нам в дур приходит положение из Нижнего Новгорода, где нас приглашают на соревнования. То есть мы не знаем ни правил судомодельного спорта. Нас приглашают. Ну, у нас было три модели. Мы с ними и поехали посмотреть, что это такое. Вот с тех пор, с 75-го года, мы ездим на соревнования. А в 77-м году, неожиданно для нас, у нас несколько моделей заняли первое место. Юрий Михайлович, вот тут нужно чуть поподробнее остановиться. Я-то всегда считал, что судомоделирование, ну, как из названия модели судов, это, ну, что-то вроде такого, знаете, творчества, когда ребята вытачивают, создают именно модели. Какие-то статичные экспонаты, которые вот можно поставить на полку дома у себя, друзьям показать и ими гордиться потом. Как оказывается, это еще и в некотором роде спорт. Расскажите, пожалуйста, какие вообще, ну, что из себя представляет судомоделирование в истинном понимании этого слова? То, чем вы занимаетесь здесь, во дворце? Ну, чемпионаты по судомодельному спорту проводятся не только в области, но и в России, в Европе. Есть чемпионаты мира. Есть федерация судомодельного спорта европейская, называется Навига. Есть правила судомодельного спорта, по которому все модели делятся на классы. Вот у нас школьники младшие ездят на соревнования с пятью моделями. Военный корабль, гражданское судно, подводная лодка, радиоуправляемая модель копия и скоростная радиоуправляемая модель. А вот это вот, что будет? Это, внимание, не законченная еще работа? Это будет военный корабль, то есть модель военного корабля. Он тоже будет на ходу, им можно будет управлять? Он может выступать как просто в классе военных кораблей, которые соревнуются. И ведь вот соревнования проходят в два этапа. Первый этап – это стендовая оценка, когда судейская коллегия оценивает корабль по качеству изготовления, сложности, соответствию чертежу. Потому что, когда мы представляем модель, мы должны обязательно рядом с моделью положить чертежи. И судейская коллегия проверяет, насколько корабль соответствует тому, что изображено на чертеже. Изменения и какие-то вольности при этом не допускаются, а наоборот штрафуются. А второй этап – это ходовые соревнования. Если это модель военного корабля или гражданского судна, то модель, например, у младших школьников должна пройти дистанцию 10 метров и попасть в ворота шириной примерно 50 сантиметров. Тогда она получит высшую оценку – 100 баллов. Если она попадет в соседние ворота шириной 25 сантиметров, она получит 90, в следующие – 80 и так далее. Ну, почти как фигурное катание, где оценивается артистизм и мастерство исполнения. Да, а радиоуправляемая модель, она проходит специальную дистанцию, которая выставлена из буйков. То есть нужно пройти дистанцию определенной конфигурации и попадать при этом в ворота из буйков. Если не коснулся буйка или не попал в ворота, значит штрафы. Участник стоит где-то на стенде и с помощью пульта ее управляет. Да, участник управляет с пульта управления. Но это все-таки уже более серьезный уровень, это настоящий спорт. Кстати, чтобы завершить эту тему, в каких соревнованиях наши ребята принимали участие? Ну, может быть, верхнюю планку возьмем. Вот вы сказали, что федерация «Навига», да, европейская. Ну, наверное, до нее наши ребята пока не доплыли еще. Наша команда была более 20 раз чемпионом области. Кроме того, мы просто занимали призовые места, второе, третье. На соревнованиях более высокого уровня мы много раз, то есть около 10 раз участвовали в соревнованиях на первенстве России среди школьников, а выше мы просто не поднимались. И сейчас мы не ездим на соревнования, потому что сейчас просто очень все дорого, в том числе и поездка. И вообще, такие технические виды спорта, как судомодельный, они ограничиваются, с одной стороны, возможностями тех, кто участвует, а с другой стороны, финансовыми возможностями. Потому что сейчас, например, можно купить все, что хочешь. Хорошую аппаратуру, аккумуляторы, двигатели. Но все это стоит больших денег. Ну, я так понимаю, вы старались обходиться по большей части подручными средствами? Совершенно верно. Которых, в общем, если применить голову и воображение, можно найти в достаточном количестве. Юрий Михайлович, судомодельный спорт, как я уже сказал, это довольно высокий уровень, и ребята, наверное, далеко не сразу до него доходят. Они с чего-то начинают. Вот с чего они начинают, когда только приходят к вам заниматься? С какого, кстати, возраста вы берете ребят? Мы берем ребят с возраста 6-7 лет. Оптимально, как вы считаете, когда приводить? Оптимально лет 9. 9, все-таки. Ну, нет, но что значит оптимально? Вы знаете, здесь нет каких-то ограничений. Есть ребята, которые хотят работать, которые хотят что-то делать своими руками. Они у нас приживаются, если можно так сказать. Остаются. А кто-то уходит, потому что встречается с трудностями и понимает, что первая деталь получается, ну, скажем, с пятой попытки. И не у всех хватает терпения на это. А те, кто приходят к нам, начинают сейчас с самых простых контурных моделей. Мы, честно говоря, раньше ими пренебрегали, ну, потому что уж слишком это все примитивно. Ну, сейчас резко понизился возраст тех, кто приходит к нам в кружок. И эти модели оказались очень кстати. И надоумили нас на это горьковчане, нижегородцы. Они проводят областные соревнования по контурным моделям. Причем у них проходит три или четыре пятенства. Но там только мастерство исполнения оценивается, да? Нет. То есть они не на ходу. Нет. Там сначала тоже оценивался и стенд, и ходовые. Но так как сейчас в большинстве кружков в Нижнем Новгороде есть 3D-принтеры, они говорят, зачем мы будем оценивать стенд, когда можно на 3D-принтере сделать все, что хочешь. Но у нас 3D-принтера нет, и мы по-прежнему, когда проводим соревнования, у нас соревнования проходят в два этапа. На самую красивую модель и на модель, которая по ходовым качествам оказывается впереди всех. Вот это как раз контурные модели, да? Это контурные модели, да. Их четыре класса. Военные, гражданские, подводная лодка и колесный пароход. Вот смотрите, приходят к вам ребята, ну условно, в шесть лет. Когда они начинают их собирать? Сразу же начинают. Прямо сразу? Да. А как этот процесс выглядит? То есть они сначала должны, наверное, выбрать модель корабля. Сначала они выбирают модель. У нас есть набор чертежей. Они сначала выбирают класс модели. Скажем, выбрали военный корабль. Потом вместе с руководителями они выбирают конкретную модель. Чертежи у нас сделаны в масштабе один к одному. Потом перечерчивают ее на кальку. Кальку наклеивают на фанеру. Потом вырезают. И доводят уже с помощью напильников и наждачной бумаги до точного контура. Ну а потом уже начинает работать мальчишище фантазия. То есть вот как сделать, чтобы труба была как настоящая. Как сделать мачты, как сделать пушки. Я смотрю, они действительно разные. От самых простых до вот ближайших к нам это почти что пароход, да? Да, совершенно верно. И по красоте они разные. Потому что по сложности они разные. Когда шестилетник приходит мальчик, мы даем ему модель попроще. А старший мальчик может уже выбрать модель сложную. И сложную по контуру изготовления и по количеству деталей. Но тем не менее все модели снабжены винтом, рулем, который делают сами ребята. И резиномотором. И они плавают. А вот на примере ближайшей к нам модели. Это сложная модель? Да, это сложная модель. Это колесный пароход. Все дело в том, что нужно и колеса сделать. Это достаточно сложно. И в настройке эти пароходы мы еще не научились точно их настраивать, чтобы они ходили очень прямо. Хотя последние два года в Горьковской области мы первое место занимаем и по пароходам. Два года мы привозим кубок с перенества Нижнего Новгорода по контурным моделям. Но я так понимаю, это все-таки продукт коллективной работы? Нет, это каждый делает свою модель. То есть она авторская? Да. Не ставят там нигде? Ваня Петров? Нет, но если где-то проходит выставка, то мальчик может забрать модель, предъявить ее на выставку или, скажем, как проект в школе. Хотя с этим тоже были сложности. Не все преподаватели труда воспринимают такую модель, как готовый проект по технологии. Почему? Не знаю, я ходил на метод объединения преподавателей труда, они мне в ясного объяснения не дали. Завидуют, наверное? Не знаю, но сказали, что будут теперь как-то присматриваться и прислушиваться. Илья Михайлович, а у вас секция исключительно для парней или девчонки тоже тут занимаются и что-то делают? Девочки у нас очень большая редкость. Но все-таки бывает. Да, но крайне редко. Ну, то есть вот у нас последняя девочка была просто потому, что ее брат занимался здесь. И вдруг внезапно она пришла и изъявила желание. У нас она выступала со скоростной моделью. А так она не просто осталась, она еще и дошла до выступлений спортивных. Хорошо. Делают ребята первые контурные модели, пробуют себя. Это же, наверное, как, знаете, ну, что-то вроде тренировки, да, получения первых навыков. Это вроде бы довольно просто и с той же стороны интересно. Потому что ты там просматриваешь книги, изучаешь корабли, вдохновляешься как-то. Видишь, какие они интересные могут быть. Сам что-то делаешь. Когда последний завершающий стрих наносишь, ребенка, наверное, в груди и сердце прямо прыгает, екает от радости. Потом переходишь к следующему этапу. Какой он? Ну, сейчас получается так, что мальчик, сделав первую модель контурную, они делаются достаточно быстро. Чаще всего вторую модель делает тоже контурную. Но, например, некоторым интересно после модели военного корабля сделать модель подводной лодки. Потому что модель подводной лодки должна пройти 6 метров под водой. Тоже контурная, да? Да. А как же? А вот так вот нужно добиться, чтобы модель ходила под водой и всплывала через 6 метров. То есть там поплавок и под ним уже модель подлодки? Нет. Модель загоняется под воду силой резинового мотора. Да? А потом, когда мотор перестает работать, она всплывает. А потом начинается работа над масштабной моделью. То есть это полноразмерный корпус, электродвигатели, объемные надстройки. Это уже не контурные модели, да? Это уже не контурные модели, да. Это уже, пускай не самые большие поначалу, но такие уже кораблики вполне себе. Да. Ну, следующий этап – это корабль длиной 60 сантиметров. Совсем немало. Оказалось, ребята, вот с таких начинают где-то. Нет, нет. У нас вот для школьников есть ограничения, длина модели не более 60 сантиметров, чтобы участвовать в соревнованиях. Поэтому мы ориентируемся на такие. То есть это уже военный корабль, гражданская, подводная лодка. Юрий Михайлович, а как вы, ребят, учите все это делать? Это же очень сложные процессы. Даже вот, допустим, взять дерево, погнуть под определенным углом. Ну, мы вместе учимся. То есть бывают такие задачи, когда и я никогда такого не делал, и мальчик. Мы ищем технологии, ищем возможности, ищем материалы. А эти чего вот обычно делаются? Ну, не контурные модели, это, понятно, скорее всего, дерево фанеры, а такие уже вполне себе солидные. Ну, сейчас все корпуса мы делаем из стеклопластика. То есть для этого мальчик делает болванку, потом по этой болванке выклеивается корпус. Ну, чаще всего и настройка тоже выполняется из стеклопластика. Вот это вот, да? Да, да. Ну, а дальше и такие материалы, как металл, пластмасса, дерево. А вы какой подход исповедуете к работе в кружке? То есть у ребят полная творческая свобода, или они каждое свое действие должны с вами согласовать? Ну, тут как бы два этапа. То есть на первом этапе ребята чаще всего, конечно, работают со мной и советуются. Потом они просто советуются со мной, а потом начинают самостоятельно уже принимать решения на более высоком уровне. И на более высоком уровне опыта, я имею в виду. То есть постепенно набираясь знаний и опыта, они уже становятся более самостоятельными судомоделистами? Да. А есть, кстати, какая-то фиксированная продолжительность обучения? Вот пришел к вам ребенок в 6 лет, да? Он занимается, допустим, 8 лет. Получает какое-то там свидетельство, сертификат, что он прошел полный курс обучения, там получил, условно говоря, разряд или даже кандидатское звание. Ну, получается так, что в системе дополнительного образования существует требование по длительности программ. У нас программа, которая утверждена, она рассчитана на 3 года обучения. Хотя на самом деле, если парень пришел и увлекся, то он работает до окончания школы. То есть есть ребята, которым по 17, по 18 уже лет они ходят, занимаются, делаются? Сейчас таких нет. Раньше были. Сейчас самый старший у нас 15-летний. Какая-то дедушка. Уже младших тут, небось, гоняет. Помогает. А, помогает. То есть судомоделизм, он чем хорош? Им можно заниматься с первого класса до глубокой старости. И на самом деле, среди судомоделистов очень много людей пожилого возраста. А на Западе, там вообще это культивируется. Когда люди посвящают свое свободное время, пенсионеры, постройки моделей. Потом раз в году они собираются вместе. Вот это видно в интернете, скажем, в Германии. У них есть традиционный сбор. Они собираются, пускают модели. Ир Михайлович, а вам было бы интересно наших городских пенсионеров учить судомоделизму с нуля? И возможно ли это вообще? Ну... Вот у нас сейчас как раз декада пожилого человека. У нас есть такие люди, которые и в кружок ходят. Пенсионеры. То есть приходит такая толпа шкетов, 8-10 лет, дедушка 60. Нет, нет, нет. У нас один такой дедушка. А как он к вам пришел? Просто постучался, зашел, представился. Здравствуйте. Мне бы хотелось научиться. Нет, он вышел на пенсию. Пришел, познакомился и сказал. Вот я вышел на пенсию, всю жизнь хотел построить модель. Да, и чертежи почти нашел. Мы помогли ему найти более хорошие чертежи. И он сейчас работает вместе с нами. Но вот конкретно сейчас он работает дома. Пока что. Нет, но он сделал у нас корпус, надстройки. Сейчас он над мелкими деталями, чтобы не ходить туда-сюда, он работает у себя. Ирин Михайлович, ну творчество гораздо веселее, когда им занимается несколько человек. У вас здесь работают ребята. Ну и у каждого из них, разумеется, есть мама и папа. Понятно, что не все родители готовы уделять свободное время, ну в таком объеме и количестве ребенку. Но я уверен, что есть среди наших родителей ответственные люди, которые готовы сюда приходить по вечерам и наравне со всеми заниматься, помогать своим детям. У вас вообще такое практикуется, когда в зале находятся не только ребята, но и взрослые люди. Ну, в общем-то, вы как-то попали в точку, потому что на протяжении всей работы содомодельного кружка мы пресекуем работу детей и родителей совместную. Потому что такая работа лучше всего помогает наладить контакт мальчика и отца. Совместная работа, совместная удача и неудача. Совместные победы. Вот даже сейчас ребята, которые делают контурные модели, многие приходят с родителями. Родители иногда приходят просто в субботу, например, но помогают детям, потому что приходит, например, 10 человек. Я могу делить каждому немного. А когда мальчик работает с папой непосредственно, папа помогает ему не то что руками, но советом на каждом шагу. И в этом году мы впервые провели семейные соревнования, когда сначала модели запускали ребята, а потом модели запускали папы. Не обязательно те папы, которые работали с ребятами, но папы, которые пришли на соревнования. Мне что-то подсказывает, что папы нервничают и переживают, что на соревнованиях, что вот здесь вот за столами гораздо больше детей. Особенно, когда что-то не получается. Здесь ведь вот, я сам на самом деле ходил в авиамодельный кружок, и меня, если честно, сломила первая неудача. Ну, может быть, не было человека, который бы успокоил, подсказал. Вот это очень важно. Потому что, ну, это нормально, когда у тебя что-то не получается. Абсолютно нормально, даже если ты мастер. Ты всегда можешь взяться за что-то более сложное, за что-то, что превышает твои текущие возможности. И как-то, ну, вот, нужно человека правильно настроить. Вам часто тут приходится психологом работать, помимо судомоделиста? Ну, конечно. Потому что, как говорил Конфуций, если у тебя что-то не получается, не меняй планы, а меняй подходы. Это правильная фраза. Вот. И иногда неудача доводит ребят до слез. И наша задача как раз вот лично. Моя задача сделать так, чтобы мальчик не отчаялся и сделал еще одну попытку. Илья Михайлович, сейчас у нас на дворе октябрь, но если только передача идет не в повторе. Скажите, пожалуйста, еще не поздно к вам прийти, ну, хотя бы просто посмотреть. Ну, привезти сына, например. Хотя учебный год уже начался. Или надо ждать следующего цикла? Вы знаете, начало учебного года, конечно, сентябрь. Но мы, ребят, принимаем в течение всего года. По той простой причине, что мальчику нужно попробовать. Мальчик пришел, например, к нам в марте или в апреле даже. Пусть он поработает у нас месяц. И поймет, его это дело или нет. Потому что, если это его дело, он в сентябре следующего года к нам обязательно придет. Ну, а нет, значит, он запишется в другой кружок. А у вас тут дружная атмосфера? Или все сидят, вот своими модельками карпят и не разговаривают? Нет, ну что вы. У нас обычно очень дружный коллектив. Ребята, которые ходили в судно-модельный кружок, выпускники, скажем так, они до сих пор дружат. Друг друга знают, поддерживают, связи. То есть, это то время в жизни, которое не проходит бессилетно. А вот вы за 50 лет работы уже успели увидеть детей тех ребят, которых вы начинали учить, когда они к вам со всеми пацанами приходили, 6-летние? Да, конечно. Они уже сами приводят? Приводят, да. Иногда жалеют, что у них девочки. Но приводят и ребят. Скоро и внука увидите? Я надеюсь. Друзья, на этом все. Сегодня мы беседовали с руководителем Объединения судомоделирования Дворца детского творчества Юрием Недайкашем. Юрий Михайлович, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам, вашим ребятам в работе. Надеюсь, город еще не раз увидит эти замечательные модели в действии и на плаву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова